Здравствуйте, в эфире новости и вот о чем мы расскажем и покажем сегодня. Новые ограждения для мусорных площадок и новые контейнеры. Это во-первых и эстетика, как вы сами видите, прекрасно смотрится. Мусор не разбросан. В Талском продолжается реализация инициатив в рамках проекта «Уютный Ямал». Расскажем, что уже делается и что может быть реализовано в следующем году. Новый облик самых старых дворов в газовой столице. Выполняем работы, связанные с благоустройством в части стоянок проездов. Поводают некоторые дома, сразу же мы обновляем фасады. Но в последующем году мы будем делать детские площадки. Этим летом по программе «Мой двор» в Новом Уренгое реконструируют три территории. Расскажем об опыте, который должен стать примером для всего Ямала. По-северному с душой. Изюминка вечера. В этом году станет повар из Салихарда. Джафар. Фееричное и вкусное шоу для тазовчан обеспечено. В Талском состоится один из масштабных праздников лета. Жители и гости районного центра отметят День коренных народов мира. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрий Шевченко подписали соглашение о сотрудничестве. Мы об этом уже ранее говорили. Сейчас наши строители провели предварительную работу, осмотрели те здания, которые подлежат восстановлению. Несмотря на очень тяжелые события, которые там происходили, ряд жилых домов подлежит восстановлению. Они не сильно разрушены. И учитывая, что там сотни семей ждали нас, и им необходимо восстанавливать жилье, мы постараемся в ближайшее время приступить к восстановлению. Все не очень понятно просто. Безопасность работы в той местности еще очень непростая. Мы, конечно, будем балансировать все наши шаги, но это соглашение, это отправная точка для начала работы. Соглашением предусмотрено оказание гуманитарной и иной материальной помощи городу Авдеевка. Запланирована реализация проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры. Жителям будет оказана гуманитарная и правовая помощь. Округ поможет наладить образовательный процесс, поддержит реализацию молодежной политики, развитие добровольчества, спорта, организует отдых и оздоровление для детей из Авдеевки. Планируется взаимодействие в вопросах здравоохранения и реабилитации. При необходимости в этом помогут ямальские медики. Задача на этом этапе определить первоочередные объекты. Мы в целом уже имеем представление, что это будет. Это жилые дома, ряд административных зданий, чтобы там, самое главное, создавались условия для местных жителей. Это задача номер один. В дальнейшем посмотрим, как это будет сотрудничество развиваться. Когда строительный шум за окном радует. Представьте, что вы живете в доме, который построен в далекие 80-е. И разные участки города ежегодно преображаются, а ваш двор не попадает ни под одну из программ. Таких территорий много не только в Новом Уренгое, но и по всему округу. Чтобы принципиально изменить ситуацию, на Ямале придумали новый проект комплексного благоустройства. Он так и называется «Мой двор». Репортаж телекомпании «Импульс». Это лето запомнится новоуренгуйцам, как время больших перемен. И чтобы попасть на строительную площадку, некоторым далеко ходить не надо. Например, здесь, на геологоразведчиков, достаточно перешагнуть порог дома. Благоустройство на Ямале вышло на новый уровень. По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова реализуется программа «Мой двор». Там, где это необходимо, преображаются не только территории, но и фасады домов. За стены восьмиэтажек, построенных в 80-е годы прошлого века, взялись капитально. Их моют, утепляют, а потом красят. Пока одни рабочие выполняют задачи на вертикальной поверхности, у других в работе плоскость горизонтальная. Это наземные участки и подземные коммуникации. Там, где ещё недавно была щебёнка и контуры проездов и тротуаров, местами уже укладывают асфальт. План на ближайшую пятилетку – реконструировать 77 дворов по всему региону. Новый уровень комфорта – это не только эстетика и функциональность прилегающего к дому участка. Важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, рассказал губернатор в своём телеграм-канале. Отдельно здесь выделяем проект «Мой двор». Это комплексный проект. В текущем году у нас будет 16 дворов в нём участвовать, почти все наши ключевые города. Всё, что касается качества жизни, детские площадки, спортивные площадки, асфальтирование территории, ливнёвка. И что тоже отдельно важно – это безопасность. В рамках этой программы будут устанавливаться камеры видеонаблюдения на домах, на детских площадках, чтобы мы понимали, что безопасность наших жителей оберегается. В Новом Уренгое по проекту «Мой двор» в работе у строителей три территории. Кроме улиц и геолог-разведчиков, преображаются дворы на 26-го съезда КПСС и в Восточном. Выполняем работы, связанные с благоустройством в части именно стоянок проездов. Поводают некоторые дома, сразу же мы обновляем фасады. Но в последующем году мы будем делать детские площадки. Финансирование непосредственно идёт из окружного бюджета и софинансирование из местного бюджета. Происходит данный вид работы. Как говорят строители, этим летом погода для работ по реконструкции просто как на заказ. Мало дождей. Но помехи всё же возникают. Часто возвращаясь утром на участок, где вечером был уложен свежий асфальт, подрядчики находят там припаркованные машины. И покинуть такую стоянку водители не торопятся. А кроме того, есть ещё и автохлам, захвативший газоны. Большая просьба к жителям. Несмотря на то, что в некоторые проезды возможно заехать, просим не парковать там лишний транспорт, кроме экстренных случаев. Бывший пустырь в микрорайоне «Восточный» скоро станет функциональной зоной, удобной и для водителей, и для пешеходов. Здесь уже проложен кабель для будущей подсветки. Сейчас готовится основание под укладку асфальта. На данном участке будет большая парковочная зона, порядка 290 машин и мест. Общая площадь работ в «Восточном микрорайоне» составляет более 20 тысяч квадратных метров. После завершения работ здесь появятся новые удобные проезды, тротуары, парковки, а также освещение. Программа «Мой двор» рассчитана на 5 лет. За это время новое качество благоустройства оценят жильцы 282 домов по всему Ямалу. Качество жизни изменится для 60 тысяч северян. Поступило более 800 идей. На Ямале завершился прием заявок в рамках регионального проекта «Уютный Ямал». В течение двух с половиной месяцев жители округа могли внести свои предложения. Традиционно большинство просьб направлены на благоустройство и ремонт общественных территорий, проведение культурных, спортивных и экологических мероприятий. Напомним, в этом году в муниципалитетах округа будет реализовано 274 проекта. Об уютном Ямале по-тазовски. Репортаж выпуска. Наши находки в период, когда не экспонируются где-то во временных экспозициях, хранятся вот на обычном складе, вот в таких вот деревянном ящиках. И вот просто уложены, чтобы сохраниться до следующей выставки. Ну, например, вот один из экспонатов – это вот такая вот масленка. Так как прошло довольно много времени, она очень хрупкая, поэтому мы даже не всегда ее достаем для того, чтобы показать людям. И таких вещей более ста. Все они найдены тазовским поисковым отрядом «70-я весна» на местах сражений Волгоградской области. Эхо Великой Отечественной войны – это каски, котелки, остатки снарядов, гильз. За каждым история подвига. Сегодня поисковики мечтают о небольшом музее, чтобы рассказывать о находках северянам, чтобы проводить патриотическую работу с молодежью, возможно заниматься еще и реставрацией экспонатов. Конечно же, место должно быть отведено и для тех людей, которыми жил отряд. То есть, начиная с первого дня, ведь в отряд – это всегда люди. И, конечно, история этих людей тоже бы дополнили рассказ об отряде. Так как поисковый отряд – это не только поисковая экспедиция, это еще и работа, которая производится здесь. Это акция «Судьба солдат» и, конечно, истории бойцов, которые были найдены в ходе архивного поиска. Я думаю, были бы интересны. Это бы побудило жителей Тазовского района продолжать такие истории дальше. Многие, кроме того, что дед воевал на Великой Отечественной войне, ничего не знают о истории их подвига. Это история нашего народа, история нашей с вами страны. Идея создания музея – одна из 36, которые за последние два с половиной месяца поступили от жителей Тазовского района в рамках проекта «Уютный Ямал». Также северяне мечтают о новых детских площадках, например, здесь на геофизиках 30 или на геофизиков 18. Еще предложение строительства зала для силовых видов спорта волейбольной площадки с песочным покрытием, создание веревочного городка в районе Ричпорта. Актуальными остаются и теплые остановки. Сейчас мы будем их формировать в инициативные проекты, с которыми граждане в дальнейшем выступят на общественной презентации, покажут людям, что они хотят. Далее эти проекты уже будут проходить голосование. Когда состоится презентация? Общественные презентации у нас будут до 25 августа. После уже будем рассматривать на комиссии проекты. И дальше будут выставляться на голосование на портале «Живем на в севере». А также у нас будет голосование организовано в проектных офисах. Сумма не ограничена. Главное требование к проектам – реализация в течение года. Например, в 2024-м в Тазовском, благодаря уютному Ямалу, появится теплая остановка в районе новой школы, рассчитанной на 800 мест. Также в поселке уже начали устанавливать ограждения для мусорных баков. С учетом того, что у нас всего 64 площадки по Тазовскому именно поселку, 22 было установлено в том году. Сейчас устанавливают 19 еще в процессе. И планируется установка еще от 25 до конца августа точно. Это, во-первых, и эстетика. Как вы сами видите, прекрасно смотрится. А в том плане, что мусор не разбросан. Это все как-то компактнее, более выглядит, что подходишь. Все аккуратненько, чистенько. Как бы все отлично. Вместе с новыми ограждениями на мусорных площадках появятся и новые контейнеры. Причем баки отныне не металлические, а пластмассовые. По словам экспертов, это облегчит работу коммунальных служб. Для поселка закуплено около 200 емкостей. В общем, благодаря проекту «Уютный Ямал» уютнее становятся дворы многоквартирных домов, появляются новые площадки для отдыха и занятий спортом, а, возможно, даже уникальный музей. Все зависит от активности и мнения самих жителей. Ведь впереди большое голосование на портале «Живем на севере». Наталья Горкина, Анатолий Чернышов, Студия «Факт». Эта неделя на Ямале тематическая. Она посвящена Международному дню коренных народов мира. Напомню, он отмечается 9 августа. В течение 7 дней в автономии пройдет более 200 мероприятий. Это концерты, соревнования, выставки, мастер-классы и гастрономические фестивали. В Тазовском основное мероприятие запланировано на пятницу. Корреспондент Екатерина Зайцева внимательно изучила афишу и пообщалась с организаторами. Впервые народные гуляния пройдут на арт-площадке у памятника в ауле Пейтоминоо. В программе – фольклорный фестиваль «Искри очага», на котором выступят как и местные артисты, так и приезжие. Также организаторы подготовили творческие конкурсы с квестами и играми. Маршрутный лист, девять станций и море удовольствия. В этом году к празднику районная библиотека подготовила большую интерактивную квест-игру под названием «Зов тундры». Задания разные – от спортивных до интеллектуальных. Каждая обязательно с ноткой местного колорита. Это очень, конечно, интересное. Прежде всего, это интересный досуг для людей. Люди должны подойти к этому с творчеством, со своей смекалкой, со спортивной удальцой, скажем так. Украсить чум изнутри, подготовить десятки колоритных декораций, составить план проведения мероприятия. Ежедневно сотрудники районного краеведческого музея делают всё для того, чтобы День коренных народов мира прошёл на высшем уровне. Программа праздника очень насыщенная. Традиционно для гостей – угощение ухой, фестиваль чая и дегустация северных деликатесов. Плюс с импровизированной сцены в течение всего торжества будут выступать местные и приглашённые артисты. Будут работать два чума. Стоять будут палатки под персональные выставки. И у нас конкурсы будут проходить. Три конкурса. Конкурс люлик и колясок. Конкурс национальной одежды. Конкурс сказок. Участники уже направляют нам заявки. Собираем документы. Составляем списки. Народные гуляния в честь праздника День коренных народов мира начнутся уже завтра. 9 августа с 17.30. Как всегда, множество различных активностей подготовили организаторы мероприятия для взрослых и детей. Плюс изюминка вечера. В этом году станет повар из Салихарда. Джафар. Фееричное и вкусное шоу для тазовчан обеспечено. Екатерина Зайцева, Анатолий Чернышов. Студия Факт. Та же праздник в честь Дня коренных народов мира состоится и на рыбопромысловых песках. Тему продолжим в интервью программы «Моя собеседница» Гульнара Шекерзянова. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, рыбопромысловые пески. Когда вы туда отправляетесь? Мы отправляемся на рыбогодие 9 числа после праздника коренных народов мира, после концерта вечером. И порбудем там 4 дня. Какая программа везет? Что это будет? Ну, это будет обширная такая большая программа. Мы едем со своей командой творческой, будем проводить для детей рыбаков, для рыбаков самих награждения, концертные программы, развлекательные программы, конкурсы. Сколько, вот вы сказали, 4 дня, сколько рыбопромысловых песков планируете посетить? Мы планируем посетить Дням Гадочина, Домара, Саньков, Мара и Новенький. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите концерт. Что предполагает концерт? Какие творческие номера? Ну, концертная программа будет, она такая вот разнообразная, разношанровая. Там будут и национальные песни ненецкие, и фольклорные песни ненецкие, и эстрадные песни будут, и патриотические. Сколько человек едет? Мы едем со своей командой 5 человек. Вот скажите, пожалуйста, насколько важно проводить мероприятия именно на рабопромысловых песках вот такого вот патриотического характера? Ну, я думаю, это очень важно, потому что люди работают, работают в таких суровых условиях, живут. Они тоже ждут праздника, ждут развлечения. Ходи немножечко побудем и покажем им творчество свое. Спасибо большое за комментарий. До свидания. До свидания. Это все новости, о которых мы успели вам сегодня рассказать. До встречи в эфире студии «Факт». Ну, а далее, как обычно, прогноз погоды на завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok